Я считаю, что все какие-то концептуальные вещи, которые мы говорили на протяжении последних пяти лет, возможно, в концепциях развития государства, социально-экономического, реформ на Беларуси, осуществление этой идеи моста и транзитной зоны между союзами СНГ, на чем, собственно, базировались утверждения и декларации о многолетарности политики, на чем, в общем-то, была попытка построить герлог с Западом. Все это немножко уже в прошлом. Я уже как-то сказал, что с точки зрения разврата здесь пройдено. И необходимо серьезно как бы переосмыслить и, наверное, по-другому взглянуть на ситуацию, как будет развиваться в Беларуси, ситуация в Беларуси, но уже, наверное, учитывая какие-то базовые вещи, которые произошли в 2010 году. В 2010 году Беларусь на себя взяла обязательство войти в таможенный союз, единое экономическое пространство и Евразийский союз. То есть практически здесь нет никакой загадки. Эти процессы идут и будут происходить, и они будут интенсифицироваться. И вот этот вопрос, который первым стоит в нашей сессии, второй, продолжатся ли заморозки, в том числе политически запрещенных, он несколько лежит немножко, он зависит, но лежит несколько другой плоскости, так сказать. Здесь, скорее, два фактора. Первое, это захочет ли Запад и власть все-таки перенастроиться на нормальный тип переговоров или продолжит раскручивать вот эту спираль усиления внешних и внутренних санкций, в ответ на усиление внешних санкций. И второе, это связано с первым, удастся ли убрать вот этот личностный подход, который стал доминировать сейчас в этом конфликте. То есть тогда политики, в общем, перешли уже на личности, пытаясь сохранить лицо, они не думают, в общем-то, о последствиях хотя бы в среднесрочной перспективе. Поэтому, если бы стояла цель освободить политических заключенных, то, наверное, были бы какие-то более эффективные методы, чем сейчас предлагаются. Поэтому я считаю, что политические заключенные еще в какое-то время в стране будут и, к сожалению, количество их будет увеличиваться. Вот. Это, в общем-то, на самом деле связано, скорее, с теми процессами, которые сейчас, в первом полугодии и в течение этого года начнут интенсифицироваться на восточном векторе направления. Думаю, что в течение полугода будут подписаны порядка 50 соглашений в развитии базовых соглашений по ЕЭП, единому экономическому пространству. Будут заканчиваться работы по согласованию технического регламента в рамках таможенного союза и законодательства таможенного ГОО. Вот. И там тоже порядка 30 документов, которые будут подписаны в ближайшие, наверное, 2-3 месяца. То есть эти процессы, на самом деле, идут очень интенсивно сейчас в Минске, в Москве, в Аматы, где угодно. Вот. Это уже работа с конкретными документами. И, в общем-то, наверное, стоит подумать о том, каким образом Беларусь будет развиваться уже в рамках вот этих новых реалий. И такие экзотические вопросы, что произойдет с парламентскими выборами, да ничего не произойдет, в общем, потому что, на самом деле, каких-то базовых изменений в избирательном кодексе или там в избирательной системе страны не произошло и в ближайшее время не произойдет. Вот. Хотя планировалось. Вроде бы. Соответственно, парламентские выборы, скорее всего, пройдут по предыдущей схеме. Если туда даже кто-то и войдет, то это не физические лица, не организации, не партии. И, в общем-то, на самом деле, даже прохождение этих лиц для власти нет никакого смысла. Абсолютно. Вот. Поэтому вот эти первые два вопроса, я позволю, так сказать, достаточно коротко на них ответить. Хотя они достаточно больные для текущей ситуации, для внутренней ситуации, для ситуации с гражданским обществом Беларуси, но, к сожалению, я пока какого-то выхода не вижу. Потому что я не вижу попыток сторон вообще завязать нормальный договор на эту тему. Называть это как угодно. Торгом, переговорами. То есть, ну, если есть цель освободить политических заключенных, то, в конце концов, даже с террористами ведут переговоры на эту тему. Вот. Пока таких переговоров нет. Перспективы экономических реформ. Есть ли дилеммы реформы или погружение в Русское море? Вы знаете, тут как раз нет дилеммы. Погружение в Русское море, как здесь в кавычках сказано, означает какого-то рода экономические реформы. Потому что если проанализировать каковы базовые документы единого экономического пространства, то в них содержится требование об изменении законодательства, а для Беларуси практически изменение экономической модели. То, что является в Беларусской экономической модели базовым, то есть, там, государственное субсидирование, перекрестное финансирование, все этими документами, единого экономического пространства, в принципе, запрещено. Поэтому я не знаю, как Беларусь будет трансформироваться, как она будет реформироваться. То есть, сознательно или под давлением, скорее всего, под давлением, естественным образом сопротивляясь и защищает свою нынешнюю экономическую модель, такую вполне административную. Но, тем не менее, эти процессы будут происходить. Вот, собственно говоря, они в какой-то степени уже даже происходят на уровне таможенного союза. Там есть такое понятие, как технический регламент на продукцию, которое вынуждает белорусских производителей менять иногда в лучшую, иногда в худшую сторону, в общем, на самом деле, свои технические, технологические, даже какие-то параметры продукции и производства. Вот, так что в этом смысле слова я такой дилеммы не вижу, потому что это другое дело. Беларусь могла бы проводить какие-то системные реформы, в общем-то, могла бы генерировать какую-то новую, эффективную, современную экономическую модель для своего государства. Ну, лишь, только в одном случае была бы политическая воля, была бы такая идея, была бы такая цель, и была бы эта всесторонняя поддержка извне. Извне, и не только России, и ситуации с Западом сейчас это очевидно невозможно. Ситуация с Россией, это все развивается достаточно быстро. Сейчас мы пока этого не видим на поверхности. Но эти процессы вхождения российского капитала и замена, скажем, белорусских субъектов хозяйствами российскими, российскими субъектами хозяйствами, российскими инвестициями, эти процессы идут сейчас полным ходом. Этому немножко способствуют санкции Евросоюза. Я сейчас не буду говорить, кто прав, кто не прав, я просто сейчас говорю об каких-то объективных вещах. В общем, на самом деле, сейчас белорусам брать денег нет, кроме как за Россию. И когда мы говорим об экономических реформах, то, в общем-то, были озвучены требования России применительно к финансированию Белоруссии. То есть это, опять же, приватизация, это, опять же, изменение законодательства, налоговую, то, о чем я говорил, те каких-то базовых вещей, на которых строится вот эта белорусская, так называемая, успешная в кавычках модель. Я здесь параллельно не согласен ни с Чавом, ни с Валентином Алексеевым по поводу их восхищения о развитии реального сектора на Белоруссии. То есть, ну, смотря с чем сравнивать, с Россией, то, наверное, да, в этом смысле мы более успешны. Но, честно говоря, не хотелось бы сравнивать именно с Россией, потому что это, пожалуй, низшая точка развития реального сектора. И то, что мы, кстати, переезжали, то, что мы там вкладываем 350 миллионов, а должны 2 миллиарда вкладывать, на самом деле, в модернизацию своих производств. И то, что мы говорим только о МАЗе или МТЗ, а не говорим о среднем наше настроение, которое глубже, чем мы себе можем представить. Вот. И то, что и МАЗ, и МТЗ – единственное предприятие, которое работает на склад, вообще такое понятие в реальном секторе, работать на склад, есть ли в нормальной рыночной экономике – нет. Вот. Мы этим гордимся. И то, что мы сбыли за счет девальвации, из-за бесценок, разгрузили этот склад, там, МАЗа и МТЗ – это, в общем, говорится, спасибо девальвации. Вот. Тем не менее, вот эти достаточно хаотичные реформы так под давлением, вынужденные реформы, я не считаю, будут происходить не так быстро, как нам хотелось бы, не так, как нам хотелось бы в принципе, потому что это, в общем, делает Беларусь в определенной степени, ну, скажем, экономическим протекторатом России в перспективе. Ну, тем не менее, эти процессы будут происходить. Легче ли станет от этого людям? Да, наверное, легче. То есть, каким образом власть этому будет сопротивляться объективно? Да, он будет объективно сопротивляться, потому что это потеря власти. Ну, или, во всяком случае, делегирование, то есть, перераспределение власти, во всяком случае. Вот. Это будет происходить в ближайшие два года. Можно говорить об этом подробно, приводя конкретные примеры, в общем, даже не как бы не исследования аналитики, просто, в общем-то, из частных ситуаций, которые сейчас складываются на нефтеперерабатывающих заводах, в нефтетрейдерском, нефтепродуктами бизнесе, как сейчас происходит, как бы замена белорусских операторов российскими операторами или белорусскими операторами с российскими корнями. То, о чем говорим, Юрий о том, что там дели санкции против двух-трех бизнесменов, ну, неприятно, конечно, но заменить операторов, то, в общем-то, по сути дела, несложно. А вот, и то, что, в общем-то, на самом деле, как бы происходит сейчас, это вот перенастройка каналов сбыта, да, и фактически замена трейдеров белорусскими юридическими лицами с российскими корнями, с иностранным российским капиталом. Вот, плюс к этому реакция, так сказать, уже европейских банков, которые раньше кредитовали, так сказать, эти трейдерские схемы белорусским трейдерам. А сейчас, после введения санкций, несколько банков отказали уже, отказались работать с белорусскими трейдерами. Ну, это, собственно, на руку российским трейдерам. Так что, в общем-то, то, чем Беларусь планировала заниматься транзитом, ну, будут заниматься, наверное, скорее всего, россияне. Вот, как это происходит, вот, допустим, тоже частный пример, просто интересный, из-за того, чтобы подтверждать какие-то свои тезисы на эту тему. Ну, все начинается, как всегда, с торговли, да. Вот, есть такая компания Procter & Gamble, да, прекрасно все, ее знают, ее продукцию все знают. Значит, в каждой стране есть официальный, как бы, дистрибьютор. В Беларуси он тоже есть, вернее, он сменился. Был белорусский дистрибьютор, стал российский, с российскими корнями дистрибьютором. А вот, и через какое-то время, буквально 2-3 месяца прошло с момента этой перемены, вся эта продукция российского производства появилась на польском рынке. Вот, ну, там, эти все стиральные порошки, которые произведены, как бы, в России. В принципе, такое быть не должно. Это вообще не преступление, не нарушение законодательства, это политика корпорации, да, то есть, они делят рынки. В Польше ведь тоже есть заводы Procter & Gamble, которые производят для Польши, там, стиральные порошки с польскими торговыми марками, и, ну, по идее, корпорации Procter & Gamble было невыгодно появление там российских порошков не для того, они эти заводы ставили в Россию, чтобы поставлять все это в Польшу. Вот, ну, вот такое понятие, то есть такой термин Transshipment, смена местоназначения товара, что россияне тем блестяще пользуются, и это будет происходить буквально во всех сегментах рынка. Говорить, что это какие-то экономические реформы, ну, в какой-то степени, да, то есть, качественные они или нет, нет, не очень, так себе, немножко пиратский способ зарабатывания денег. Вот, вот такой вообще ответ на этот вопрос перспективы экономических реформ. Системы? Нет, вынуждены, да, односторонние, в смысле, направленные скорее на определенные рынки, под определенные рынки, да, вот, с иностранными инвестициями, да, ну, в общем, в основном с российскими. Вот, ну, и, соответственно, мы знаем, как бы, российскую экономическую, российскую экономику, российскую экономическую модель, сырьевую модель, с иностранными инвестициями, в общем, что-то такое полурыночное в Белоруссии, наверное, в ближайшее время будет происходить, вынужденное под давлением за деньги, ну, как и приватизация, в том числе. но для того, чтобы оформить все эти мысли в доклад, я считаю, что многим экспертам стоит месяца два-три потратить на то, чтобы осознать, что ситуация радикальным образом изменилась, и концептуальное развитие нашего государства немножко будет происходить с несколькими другими, другой парадигмами, то, о чем мы как-то там раньше обсуждали, поэтому пока только ответы на вопросы. Ну и возможно ли новая конфигурация оппозиции? Да почему нет? Всегда возможно. Она и раньше была возможна, она и сегодня возможна, она и завтра будет возможна. Вопрос в том, что такое политика, борьба идей. Есть эти идеи, которые привлекают кого-либо, кроме там 6% населения, есть очевидное большинство, которое нуждается в какой-то идее, в наборе идей, непонятно. Есть, в конце концов, ответ, вопрос, на который нет ответа. То есть, какова же, в общем, концепция этого государства, развития этого государства, во что оно должно превратиться? Какая экономическая, какая политическая модель? Там, не завтра, не через 5 лет, через 10, через 15, через 20. Это поле для политики и для политиков. Поэтому это вопрос идей. Объективно говоря, у меня такое плохое ощущение. Ну, хорошо, это политика, это политическое поле, это какая-то политическая модель, но она, в общем-то, имеет, она структурирована, она должна быть структурирована и должна быть структурирована правильно. Я уверен, что появятся какие-то партии, оппозиционные, неоппозиционные, любые, лишь только хотя бы для того, для того, чтобы быть, ну, адекватным, тем субъектам, странам, с которыми Беларусь будет сотрудничать тесно. Ну, вот простейший просто пример, опять же, я перевожу в пример процессы, которые происходят сейчас вот на уровне формирования технического регламента таможенного союза и законотворчества по единому экономическому пространству. С российской, с казахской стороны в этом участвуют общественные бизнес-организации, государственные структуры, политические партии, парламентские партии, всевозможные аналитические центры и институты, огромное количество лоббистов. Есть что терять. Беларусь, допустим, может потерять пивную отрасль, если профляпит и подпишет протокол, который сейчас предлагается, там, в рост перпрома и в рост алкоголя развития. Хватит ли ума государственных чиновников в Беларуси? И даже не ума, там ума большого не надо, а вот решимости противостоять этим процессам вполне экономическим, вполне рейдерским. В Беларуси, к сожалению, только один человек может принять решение на эту тему. Я вот сомневаюсь, что этот человек будет сидеть и разбираться там в соковой отрасли, в пивной, в табачной, там и прочих отраслях. А в государстве этого нет, как выяснилось. Нет никаких союзов, бизнес, ну, кроме такого общего. Нет там политических партий, то есть или групп хотя бы в парламенте, которые занимались бы этими вещами, которые защищали бы просто экономические интересы страны, разбираются в этом, на законодательном уровне, потому что и парламент тоже давно ничего не генерирует, никакие законодательские деятельности. Вот. Поэтому либо это придется как бы создать сверху, разрешить, зеркальное взаимоотношение, то есть в рамках ЕП и Томоженного Совета, либо это само произойдет спонтанно, ну, по велению, как говорится, совести и мотивации бизнеса белорусского, который у нас очень тесно сотрудничает с государством. Вот. Так что и эти процессы можно назвать рождением политических и политических сил, то есть оппозиционных, неоппозиционных, но даже новая оппозиция. Ну, понимаете, ведь ситуация с этой оппозицией, вот у меня полминуты есть, полминуты, вот я полминуты уложусь, потому что с 2006 года до этой оппозиции как таковой нет, есть остатки прошлой оппозиции 90-х годов, которые вот как-то там формировались и, значит, выжили. Вот есть остатки этой оппозиции и очевидно, что давно уже необходима конфигурация, новая конфигурация этой оппозиции. Это более свежими идеями, может быть, с более свежими людьми. Ну, это, может быть, мне очевидно, а кому-то не очевидно. Во всяком случае, самой оппозиции это точно не очевидно. Да, вот. Поэтому мой ответ на этот вопрос возможно ли? Да, оно было и возможно и вчера, и сегодня, и завтра. Будет и возможно. Редактор субтитров А.Семкин